Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, сегодня, наверное, будет очень такой странный ролик, потому что я вообще не знаю, чё тут и как будет, я вот даже не представляю. Но давайте вот перед всем этим я вам скажу только одно. Ну, Аризона, Роллиплей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится по IP-шнику в описании, вернее, просто вот в описании там всё это находится. Вы можете туда зайти и со всем вот этим вот конкретно ознакомиться. Так вот, в чём же всё дело? Давайте я вам немного расскажу. Не так давно у меня выходил ролик о том, как Вертеич кинул проект на Мальск Роллиплей на деньги. Это просто такое название было. В ролике же я говорил о том, что, ну, человек мог просто там, знаете ли, забыть. Это его никак не оправдывает. В общем-то, посмотрите тот ролик. Он вышел достаточно таким, знаете ли, интересным, подробным. И там вот всё это прекраснейшим образом рассказывается. Поэтому, если не видели, то милости прошу посмотреть. Там вроде как около 700 просмотров или вроде того. Поэтому вы можете сделать вот нечто подобное. Что было вообще? Что вообще? Как, где, откуда и почему? Никита Вертеич, как вы, наверное, все знаете, занимается там рекламой на своём канале. Иногда он эту самую рекламу не выпускает, да, по каким-то причинам. И потом, ну, вследствие какого-то резонанса, как было, допустим, с Номальск Роллиплей, или как было с Ревент Роллиплей, он вот всё это вроде как отдаёт. Не знаю точно, отдал ли он это Ревенту или нет, но сегодня всплыла немного другая подробность. Вернее, даже не сегодня, а уже достаточно давно всплыла немного другая подробность. Уже об этом практически все забыли. У Вертеича вообще сейчас даже, знаете ли, комментарии под всеми постами закрыты вследствие всей этой ситуации. Поэтому, в общем-то, как-то так всё это происходит. В чём же было всё дело? Есть такой человек, Виктор Самповский, да, он там, знаете ли, продаёт верты, покупает, там, скупает, продаёт вот эти вот все каналы, как это делают многие другие люди для того, чтобы заработать. Ну, я думаю, что вы все это знаете, если смотрели ролики Ангела Кассады, как там всё это происходит, откуда там все вот эти вот ноги растут и что вообще нужно обо всём этом знать. Я думаю, что вы всё вот это вот прекраснейшим образом и так все знаете. Так вот, что вообще такое было? Ну, давайте чисто вот так вот обсудим всё это. У Вертеича, этот самый Виктор Самповский, заказал рекламу себя. Как обычно, вы, наверное, знаете, там идёт этот вот весь преролл, мол, продавец, там, валюты игровой, там, купить, продать, вот эти вот все игровые валюты, вот эти вот все там разные штуки. И ещё там, наверное, дополняется, типа, то, что он ещё и может ваш канал купить или там платит он вам за находку. Я думаю, вы все эти прероллы неоднократно видели и знаете, что они вообще всё вот это вот обозначают, потому что, ну, а как иначе-то, да? В общем-то, все это и так уже видели и нет никакого смысла вот это, знаете ли, ещё раз всё это показывать. Значит так. Так, Виктор Самповский у Вертеича заказал несколько преролов на общую сумму, там, что-то, по-моему, я точно не помню, больше, по-моему, 10 тысяч рублей. Да, в общем-то, сумма в данном случае не имеет значения. В общем-то, дело в том, что просто вот у Вертеича заказали рекламу, он эту самую рекламу не выпустил до сих пор, постоянно кормил завтраками, обещаниями. Ну, вы знаете, как всё это бывает у вот этих вот всех GTA-самп-ютуберов. И, в общем-то, да, Вертеич, вы знаете, он вообще, давайте немного отвлечёмся от всей этой темы, он такой постоянно какой-то, мне кажется, летящий человек, постоянно всё забывающий, постоянно что-то там как-то вот это вот всё делается. Как-то однажды мы с ним общались, он мне сказал, слушай, надо сделать какой-то прикол, надо сделать реально какой-то рофл вот к первому апреля, мне вот тоже Sunset не нравится. Ну, я переписку показывать не буду, просто вам дословно перескажу, мне это, типа, тоже вот этот вот, знаете ли, Sunset не нравится, красава, что делаешь там про него вот эти вот все ролики. Вот, я могу тебе как-то помочь, типа, совместный ролик там сделать, да, типа, чтобы у тебя всё такое было. И вот, к первому апрелю я хотел сделать ролик, вот тогда вы можете посмотреть, на первом апреле у меня вышел ролик о разоблачении Ангела Касада, и там вот основное участие принял Дима Эмпайр. Вместо Дмитрия Эмпайра там должен был быть Вертеич, но, вы знаете, мы, типа, с ним договорились, он об этом, обо всём знал, я ему заранее написал, типа, слушай, сможешь ли ты завтра всё это озвучить, завтра всё это сделать и так далее. Он говорит, типа, блин, да, конечно, озвучу, там, всё вот это вот прочее сделать. Возможно, было немного по-другому, но, в общем-то, суть одна. В назначенный срок я ему пишу, мол, бля, Никита Вертеич, можешь, ты вроде там как-то говорил, что сможешь помочь, там, вся фигня, наступило то самое время, когда ты можешь мне помочь, ну, можешь ли, пожалуйста, сделать вот это вот там, кое-какой текст озвучить. Он такой говорит, сейчас домой приду, вот всё это озвучу, мол, слушай, а голосовухой нормально будет, или лучше, там, микрофоном озвучить, я говорю, бля, лучше, наверное, микрофоном озвучить, и всё. И Никита Вертеич после всего этого пропал, я ему пишу, мол, Никита, алло, ты где там, да, и так далее, вот. И потом, в общем-то, уже отснял ролик без Эмпайра, пиши ему, ладно, всё, спасибо за предложение такого, знаете ли, коллаба, сотрудничество, отсняли уже, блядь, без тебя с Эмпайром. Он это сообщение прочитал, никак на него не отреагировал, в общем-то, всё было нормально, вроде как. Ну, лично для меня это было не особо смертельно. И вот, я вот с тех пор знаю, что Вертеич он такой, ему нужно там по несколько раз напоминать, заранее обо всём этом договариваться, чтобы он никаких планов, видимо, не строил, и всё было вот, в общем-то, в наилучших традициях. И дичайший по красоте звонко, чтобы вообще всё было. В общем-то, я после всего этого, когда вижу какие-то новости, мол, Вертеич кого-то кинул, кого-то там ещё что-то сделал, я не спешу делать какие-то выводы, потому что я понимаю, что это такой человек. То есть, он сам того не понимая, мог забыть вот обо всём этом. Ну, разумеется, это никак не обман, никак не оправдывает то, что вот он должен был сделать рекламу, он взял деньги, это никак его не оправдывает, тем не менее, ну, то есть, нужно знать, что он это делает, скорее всего, не со зла. И вот ситуация с Номальской РП для меня лично показала, что Никита Вертеич в самом деле делает всё это не со зла, то, что он вот реально может забыть, а вследствие вот того, как ему вот все вот эти вот люди быстро напоминают, он всё это делает. И, в общем-то, Виктор Самповский прям вообще, вот, вы знаете, как, наверное, борщ когда-то на немагию разразился, прям вот каким-то роликом большим, а только Виктор Самповский в данном случае воспользовался своим единственным ресурсом, страничкой ВКонтакте, а там, знаете ли, написал в блэк-лист блогеров, сделал отдельную статью у себя на страничке ВКонтакте, в которой рассказал, мол, то, что Вертеич такой плохой, до этого кидал проект, там, сам РП на 300 тысяч, чуть ли не кинул вообще, то есть, я вот всё это читал, я думаю, ебать, Виктор Самповский, ну, молодец. Молодец, красава, собрал все доказательства и так далее, но вы знаете, просто я знаком с Виктором Самповским, я знаком с Вертеичем, тут бы я больше отдал приоритета Вертеичу, потому что Виктор Самповский, он тупой. Ну, вот как тупой, он просто, он какой-то, я не знаю, то ли всё как-то вот, я не буду здесь переводить никакие аргументы, никакие пруфы и так далее, потому что это пока что не имеет особого значения. Я считаю, что личная переписка, её можно сливать только тогда, когда это, безусловно, очень важно для какого-либо дела, как, допустим, у меня было в Сампо-обзоре страйку по Ютубу, а там вот эта вот переписка была очень важна. В других случаях у меня есть много переписок, которые я могу слить и наделать много всяких роликов, я это не делал, потому что просто мне это неприятно как человеку. И вот у нас с Виктором Самповским, хоть он тварь, просто конченная мразота, у нас с ним тоже был некоторый такой, знаете ли, сговор, уговор и так далее, в общем-то, мне, если вкратце рассказывать, мне написал его человек, мол, там, можем купить у вас канал, я от Виктора Самповского, в общем-то, работаем через официальных гарантов, потом мы с Витей и Самповским долго там говорили, долго там о чём-то вот это вот рассказывали, потом, в общем-то, произошло так, что, оказывается, Виктор Самповский у нас не будет оплачивать гаранта при продаже канала, типа, гарант за мой счёт. Я говорю, типа, сухуяли, блядь, типа, я должен оплатить гаранта, чтобы тебе у меня было не страшно канал покупать, он говорит, нет, чтобы, блядь, в общем-то, что-то там такое было. Я просто вот на всё это смотрел, я думаю, блядь, Витя Самповский, ну, всё с тобой нормально, блядь. Потом, в общем-то, такая там, блядь, пошла, там и на мамок уже пошло, и на всё вообще, а я, вы знаете, мамок с 1 сентября 2019 года не оскорбляю нигде, если я где-то мамку чью-то оскорбил, пишите мне, я извиняюсь за это, вот, поэтому как-то так всё это происходит. Если вот прям я сказал там вот ту-то-ту-то мамку, я вот ебал там, вообще, да-то, мать, шлюха, шабал, да если, разумеется, человек ничего подобного не делал в адрес других людей, тогда, да, тогда я за это, за всё извиняюсь, но тут, опять же, это зависит от ситуации, но, опять-таки, с 1 сентября, с сам пообзору на Брулёва, я, мамок, не ебу вообще абсолютно точно, никак, потому что должна быть какая-то этика, лично я считаю во всём этом. Вот, и, значит, чё могу сказать-то по данному поводу? Ситуация, безусловно, очень спорная, я тут, если надо было бы выбирать сторону, и был вот Виктор Самповский, который всё-таки предоставил, и Вертеич, я бы встал на сторону Вертеича, потому что, зная Витю Самповского, зная то, какой он, знаете ли, такой вспыльчивый человек, я переписки палить тут не буду, но если, мало ли, он меня как-то, если он решит слить переписки как-то, то я продемонстрирую вообще все переписки, которые у меня с ним есть, чё он там вообще писал, пиздец, в общем-то, ладно. Но, в данном случае, я не на чью сторону вставать не собираюсь, ситуация максимально спорная, мне непонятная, чё там как могло быть, всех условий, сословий и всего прочего мы не знаем, поэтому на чью-либо в сторону вставать тут очень сильно опромечиваю, и Флудить Вертеичу Вконтакте также очень сильно опромечиваю, нужно нормально, как нормальный человек написать, мол, слушай, вот тогда-то, тогда-то вот такое-то было, там, пожалуйста, чё-то сделай, разумеется, он может и поигнорить, и всё такое сделать, в общем-то, ну, это делается всё немного по-другому. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, а, забыл ещё сказать, Витя Самповский угрожал Вертеичу страйками, которые не снимаются, это про те страйки, про которые я уже рассказывал, и я там уже рассказывал, что эти страйки снимаются просто на раз-два-три, на раз-два, возможно, даже, потому что в Ютубе не дебилы работают, и страйки, разумеется, все вот эти вот снимаются. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока, угрожать Вертеичу тем более не нужно. Arizona RPFenix IP в описании. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова